Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Об ошибках координационного совета, которые нельзя повторять, пишет первый белорусский дипломат, поддержавший протестующих после сфальсифицированных выборов и жесточайшего подавления мирных протестов. Координационный совет и реальная координация – слабость и сила координационного совета. Когда-нибудь мы узнаем, почему у объединенного штаба трех кандидатов не было четкого плана действий для ситуации после 9 августа. Там явно должны были быть те, кто мог не только слушать, но и слышать Лукашенко. Особенно, когда тот 4 июня 2020 года упомянул о подавлении бывшим президентом Узбекистана Каримовым восстания в Андижане в 2005 году. Если бы объединенный штаб хотя бы из каждого третьего города, где выступали три грации, привозил по контакту авторитетного представителя крупного трудового коллектива или региона, то к 9 августа у них де-факто уже был бы координационный совет. Структура, представляющая протестующее общество, была остро необходима. Логично, что создание КС инициировала Светлана Тихановская. Но к моменту формирования КС уже было совершенно очевидно. Власть впечатляют не демонстрации забастовки на предприятиях, которые без единой координации, а также юридической и иной помощи долго продолжаться не смогут. И совет должен был в максимальной степени включить в свой состав представителей предприятий и отраслей, то есть тех, кто мог отражать не политические теории, а реальные запросы среднестатистического белоруса. А в качестве приоритета должна была быть определена срочная помощь стачечному движению. Уже 18 августа на это указывал Афедута, а 19 августа даже я из Братиславского далека. И еще очень многие. Этого сделано не было. Зато состав и первоначальные действия КС были рассчитаны именно на транзит власти от президента, впечатленного многотысячными демонстрациями. И попытками КС возглавить эти демонстрации, которые он по ряду причин просто не мог организовывать. Члены президиума КС предлагали власти переговоры от имени народа, будучи не в состоянии продемонстрировать народную поддержку. Грубо говоря, общенациональная забастовка, как ответ на отказ разговаривать с КС, стала бы самым весомым подтверждением его статуса, как достойного партнера по переговорам. На внешнее потребление сразу же заявили о поддержке со стороны 80% населения. И только месяц спустя была начата кампания по мобилизации этой самой поддержки. Да, поддержка от 504 тысяч из 522 тысяч опрошенных на платформе «Голос» – очень хороший результат. Но это замер позиции конкретной революционной пассионарной компьютерной группы, которая по определению состоит из сторонников КС. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.